Школьные годы завершены. Теперь выпускникам предстоит выбрать профессиональную дорогу. Подтвердить качество знаний призваны единые государственные экзамены, которые идут по всей стране с 23 мая по 5 июля. Более 9 тысяч выпускников Волгоградской области пишут ЕГЭ по обязательному предмету русскому языку. Вы волнуешься при выводе? Честно, нет. Хорошо подготовлено? Я думаю, баллов на 70, да. С будущей профессией выпускник определился давно, так что готовился к экзаменам серьезно и к обязательному, и к профильным предметам. Медицинский университет по стартам родителей. Я люблю наш город и буду в нем работать. На тестирование по русскому языку отведено 3,5 часа. Для получения аттестата необходимо набрать не меньше 24 баллов. Тем же, кто претендует на документ об окончании школы с отличием, не менее 70 баллов. Хотел стать врачом, вот, лечебное дело, на хирурга хочу. Ну, хочу, чтобы наши люди были здоровы, да. В каждом пункте дежурят медики, педагоги, психологи, а за безопасность отвечают сотрудники МВД, Росгвардии и МЧС. На нашем пункте оборудована 21 аудитория. Сегодня 17 аудиторий, в которых сдают единый государственный экзамен, и 3 аудитории, в которых сдают государственный выпускной экзамен, дети инвалиды или участники СОВЗ. Дети со сложными формами ДЦП у нас на первом этаже для них оборудованы, две аудитории, 232 участника, плюс трое участников государственного выпускного экзамена. Уважаемые участники экзамена, сегодня вы сдаёте экзамен по русскому языку, поэтому каждый из вас успешно сможет сдать экзамен. Утром школу проверил кинолог с собакой. Накануне пункт был сдан под охрану. В день экзамена специалисты настроили оборудование и приступили к работе. В Волгограде работает 25 пунктов проведения экзамена по форме ЕГЭ, 8 пунктов по форме государственного выпускного экзамена для детей с ограниченными возможностями здоровья, и 4 пункта на дому для детей с особыми условиями. Нововведение есть. Выпускникам разрешено пересдать один экзамен после государственной итоговой аттестации и резервных периодов 4 и 5 июля. Это поручение президента выполняется для того, чтобы дети могли улучшить результат. Пересдать можно любой экзамен, но один. При этом первый результат, независимо от того, лучший он или худший, аннулируется. Так что нужно хорошо подумать, прежде чем принять решение. Первые экзамены выпускники уже написали. Этими предметами стали география, химия и литература. Самые популярные предметы, которые выбрали для сдачи больше всего у выпускников, это общество знания и математика профильного уровня. Второе место уверенно заняла биология. Обстановка штатная, все идет в порядке. Мы находимся сейчас в региональном ситуационно-информационном центре, откуда мы можем отслеживать картинку по каждому пункту, по каждой аудитории, которая в настоящий момент проводит экзамен. У нас ежегодно увеличивается количество детей, которые выбирают ЕГЭ по предметам физико-математической направленности инженерного цикла, математика профильная, физика-информатика. Мы очень надеемся, что эта тенденция у нас сохранится. Выпускница Алина Розувайла планирует стать психологом или психотерапевтом, чтобы помогать людям. Потому точно знает, как нужно настраиваться на экзамены. Нужно верить, что у тебя в принципе все получится, заниматься нужно регулярно. Готовить, знать свои слабые стороны, знать свою цель, любить эту цель, чтобы у тебя прям вот шел и шел. Екатерина Алтухова, Диана Зеленская, Виктория Зубкова, Алексей Алтухов. Волгоградская правда.